Всем привет, меня зовут Снежана, рада ведь вас на канале про цветы. И сегодня я вам расскажу про различные добавки, стимуляторы роста, стимуляторы цветения для орхидеек и даже стимуляторы корнеобразования. Быстро пробежимся, потому что я использую, сразу скажу, без рекламы, и вы в этом удостоверитесь, когда я начну ругать некоторых производителей, а возможно, конечно, и свою невнимательность в этом вопросе. Как без этого? Хочу начать с этих вот средств. Бонафорте, наверное, просто ленивый, о них не слышала, потому что из каждого утюга о них вещают. И сразу покажу, какие у меня есть. У меня есть на повторное цветение для фиалок фитильный полив, хоть не совсем про орхидею, но скажу, почему я вам его показываю. И укрепление иммунитета. Мне нравится Бонафорте. Почему? Легко дозировать, всё прекрасно, хорошая цена была. Один раз даже я думала, что урвала по хорошей цене, да? Потом скажу, на чём я обожглась. И в целом я вижу, когда я растение перекармливаю, что оно перекормлено, да? Вот. То есть средство всё-таки работает, вот. В чём минус? Возможно, не такое экономичное, потому что если у вас, так как у меня, да, больше, ой, не знаю, 50, я не знаю, сколько у меня сейчас растений, да, больше какого-то количества, это ни одна, ни две штучки, то расход большой. А если у вас, конечно, одна-две орхидейки, то вы этим просто будете поливать и поливать. Вот. Начну со своего консерна. Что же мне не понравилось? Я приобретала вот эту вот первую баночку, она уже всё, она уже пустая. Покажу её уже и отдам в переработку. Кстати, плюс то, что у них перерабатываемые баночки и захотела купить такую же. Купила, но, внимание, смотрим, концентрация до 170 литров готового раствора до 85. Стоимость у них была одинаковая. Вот и всё, что нужно знать, понимаете? Внимательно смотрите, потому что можно попасть на таком. И, кстати, напишите мне, это я попалась? Действительно, есть два вида варианта, да, концентрации. Либо же всё-таки производитель стоимость оставил прежнюю, а вот концентрацию поменял. Ну вот очень сложно было отличить, понимаете? Они просто одинаковые, если не присматриваться к этим цифрам. Окей, дальше пойдём. Укрепляет иммунитет? Не могу сказать. Возможно да, возможно нет, но орхидеям не вредит. Хорошо цветут, растут. Повторное цветение. Не могу сказать, что заставляет прям выгнать цветонос. Единственное, что у орхидей у моих заставляет выгнать цветонос, это перепад температуры. В холод именно. Не влажность, не солнечная сторона, не удобрение. Именно прохладное место. Вот. Дальше для фиалок и бегоний. Хотела привести вам пример, когда закормила растение, хоть и кормила его по инструкции для фитильного полива. У меня прям скучно начали расти листья. Прям растение было плохо-плохо. И я действительно почитала, что от перекорма может такое случаться. И из этого хочу сделать вывод, что хоть некоторые и говорят там уменьшать количество, которое задано на упаковке концентрацию уменьшать. Я делаю как? Я не уменьшаю концентрацию, которую говорит производитель. Я просто подкармливаю чуть реже. То есть не каждый полив. Окей, раз в месяц. Окей. Если вижу, что растение хорошо воспринимать, могу даже чаще. Просто добавляю водичку и потом сливаю. То есть бонафорта нравится. Рибав. Нравится, нравится, нравится. Сколько раз на нем таких уже полудохляков росли корни. Причем проводила эксперимент мазала, не мазала. Да, с рибавом. Действительно неплохо наращивают. Даже у меня такие были полудохлые экземпляры. Наращивали. Молодцы. Классно. Здесь уже открытая пачечка. Это корневин. Я честно скажу, результат особо не увидела. Ввиду того, что тестила его не совсем на орхидеях, потому что порошок, честно скажу, сложновато на орхидеях применять. В сухом виде особенно. А вот на фиалках, когда укореняла, фиалки так легко укореняются, что иногда очень сложно увидеть, действительно ли помогло средство, либо не помогло. И, наверное, я пока остановлюсь его использованием. Верю, что может работать оно. Но у меня так все хорошо растет, что не всегда есть нужда в применении. Стимулятор роста. Цитокининовая паста. Сразу скажу, будьте аккуратны. Можете погубить растение. Пробовала, работает, но часто хотят выпустить девочки, мальчики из почек дополнительные побеги в виде цветов, либо в виде деток. Но очень кривые бывают растения после этого. Детки полудохлые и так далее. Бывает все окей. Но помним, что это гормональная паста. Побаловаться, да, прикольно. Было интересно, поэкспериментировала, работает. Но те детки, которые выросли сами, те побеги, те, скажем так, цветоносы, которые выросли сами, они куда красивее. Есть собрать в большинстве. Конечно, бывают единичные случаи, когда все кажется идеальным. Эпин. Там внутри такие колбочки. Точнее, это не колбочки. Забыла, как называется. Вот. В общем-то, удобно использовать. Я переливаю сразу в шприц. Тут объем один миллилитр у меня. И замачиваю, как правило, какие-нибудь вандочки. Либо после покупки растения могу опрыскать, чтобы они меньше стрессовали. Скажу честно, без этого можно существовать. Все будет прекрасно. Стресс. Ну, не допускайте большого стресса. Не распаковывайте сразу растение, когда вы его принесли домой. Но для успокоения своей душеньки можно попшикать. Селитра калевая. Ну, наверное, ленивый только о ней не говорил. Ну, я, наверное, тоже скажу. Не могу сказать, что прямо у меня на ней колосятся, растут там бутоны, цветоносы и все это. Нет. Опять же, самое лучшее это холод. То, что были исследования о том, что она и подавляет гниение, и стимулирует рост растений, стимулирует цветоносы. В моей небольшой оранжереи все, что нужно моим растениям, это уход иногда полить и отвалить от моих растений. Вот. То есть они там сами себе растут, цветут. Главное, не пропускать поливы. Работает ли это или нет? Ну, согласна, некоторым исследованиям работает, конечно. Вот. Но, возможно, мои растения в целом досмотренные, ухоженные и прям какой-то большой необходимости в таких подкормках не имеют до того, что в целом они уже подкормлены, да. Я видела хорошие результаты на селитрикалевые. Я видела крайне негативные отзывы, да. Где-то там не развели, где-то эта крупинка попалась, ожигла корень. Нужно быть очень аккуратным. Я все-таки буду использовать... Ну что ж, я уже купила этот килограмм, полкило. Тут 2 грамма на литр этого просто хватит даже до самых-самых больших коллекций. Единственное, что я очень вам рекомендую использовать не каждый полив. Хотя бы, хотя бы через раз. А вообще делайте, как я. Полили, забыли, отошли. Растения будут целее. Ну, и ввиду того, что меня давно не было. Я вам уже рассказывала в инстаграме, что меня, ой, несколько месяцев не было, да. За моими цветами смотрели разные люди. Где-то полили, где-то не долили. Ну, понимаете, когда человек смотрит, который не живет с орхидейками, он, ну, совсем по-другому на это смотрит. Он не видит потребностей. Вот поэтому буду проливать, использовать. Все-таки от удобрений я не рекомендую полностью отказываться, так как наши цветульки, хоть они все и, скажем так, гибридные, но потребности у них есть такие же, как и у природных, да, орхидей. Чего мы не можем позволить? Мы не можем посадить их на кору, мы не можем пустить их под дождь. Я имею в виду, как они растут в природе. Вот, поэтому иногда докармливать. Лично я все-таки рекомендую. Выбор, конечно, за вами. Я думаю, что можно поэкспериментировать с подкормками. Главное, почитать состав. Есть еще некоторые подкормки, которым я присматриваю, знаете, в пакетиках маленьких таких, которые добавляют именно по надобности вашему растению. То есть смотрят, какой лист, какой цвет должен быть, какой есть. Давно ли цвело, недавно. Что вы хотите стимулировать в растении. И от этого уже самостоятельно замешивать смесь. Ну и ввиду того, что у меня так много всего сейчас. Просто не буду покупать, потому что, ну, уже too much. Вот. Когда доиспользую, тоже еще сделаю вам обзорчик, что в итоге мой фаворит и что в итоге я купила. Вот. Поэтому буду благодарна вашему лайку и подписке. И всем до новых встреч на канале Просветы. Всем пока-пока.